В одном из дворов железнодорожного района стоит 50 самовольно установленных гаражей. Все бы ничего, вот только к детской площадке не подойти, говорят жители. Малышам приходится играть в соседних дворах. Нашим детям негде гулять, нашим бабушкам-пенсионерам негде сидеть. То есть хотели бы выйти бы на улицу, посидеть, но они не могут, потому что у нас все заставлено гаражами. Сами понимаете, детишки ходят в соседние дворы, им это неудобно, конечно, мамам. Хотелось бы, чтобы свой двор... Эти гаражи просто мешают спокойно жить и отдыхать людям, во-первых, детям. Самарцы обратились за помощью в районную администрацию. В октябре прошлого года жители подали заявку на участие в программе «Комфортная городская среда». Для того, чтобы сделать красивый и уютный двор, гаражи надо вывести. Голова железнодорожного района уже провел несколько встреч со старшими домов и отправил уведомления владельцам гаражей, чтобы они самостоятельно приняли участие в вывозе. Мы планируем провести здесь уже встречу с теми владельцами, у которых есть вопросы, как мы это будем делать. Ну, соответственно, я надеюсь на понимание людей, потому что те люди, которые живут в этом дворе, я думаю, они сами не откажутся это сделать, потому что это нужно их детям, им самим. Те жители, которые когда-то в силу обстоятельств гаражи поставили, уехали и бросили их здесь, ну, эти гаражи, значит, будем демонтировать принудительно. Гаражи планируют убрать до конца лета, а уже осенью здесь будет красоваться новая детская площадка и отремонтированная дорога. В качестве компенсации за гаражи будут добавлены дополнительные парковочные места. Вадим Тюнин также проверил состояние двора у дома на Гагарина 65. Территорию благоустроили еще четыре года назад. С тех пор жители тщательно заботятся о внешнем виде игрового комплекса. Сюда сбегаются играть дети со всех соседних дворов. Вы знаете, что вот я хочу сказать, что как-то люди бережно относятся и к инвентарю. Вы видите, вот как будто вчера все это сделали, да, и молодцы, все очень бережно относятся. И у нас такого нет, чтобы вот, как говорят в некоторых дворах, там, значит, молодежь гуляет, бутылки там валяются. У нас такого нет. Жители железнодорожного района на субботнике планируют посадить деревья у себя возле дома. Во дворе много дачников, поэтому саженцы свои. Главный общегородской субботник состоится 21 апреля. На уборку выйдут активные горожане, студенты и трудовые коллективы. Городская администрация предоставит необходимый инвентарь. Данил Лучко, Максим Гусев. События.